Вчера в сети подводились итоги, и вот вижу, Константин Филиппович Гаврилов написал краткое резюме, насколько я понимаю, по вчерашнему дню. Доклады взаимодополнительны и результативны. В энергокомпании положен в логику доклада целевой принцип разворачивания стратегии, и она рассматривается как целевая форма. В докладе «Бизнес» как набор типов стратегий, несущих пространство выбора. В группе проектирования субъекта развития выявлена значимость малого управляющего воздействия. Задача – получить посредством КМД команды такую сборку основных результатов, которая бы, с одной стороны, отражала связи и отношения результатов, с другой стороны, представляла собой организованность, несущую стратегическую направленность для решения основной задачи навигации образования и субъекта развития. И с третьей – реализовывалось бы как взаимосамоопределение, как членов команды, так и тех игроков, кто причастен к разработке содержания, давшего результаты. Так, я хочу понять, кто у нас тут есть. Попробуем с Филиппом связаться. Ага, привет, Алексей. Привет, Кость, доброе утро. Мы сегодня услышим что-то от группы металлургического сопровождения в установочной дискуссии. Вроде там хотели выступить Норкин, но, как минимум, возможно, Королёв. Они в сети, ты их видишь, я не ощущаю, где кто. Алло. Ну, не знаю, честно говоря, у меня пока вот... Ты один? Больше того, что я вчера писал. Ага. Ну, это я сейчас зачитал. Так. Да, твой... Вот здесь вам высказаться, если хочет. Кто? Кто есть? Алло. Рвется. Андрей. Ребята, ага. Так я на пленуме. Пленуме установочной, да. Андрей Антаков хочет выступить? Спроси его, он хочет выступить? Кто-то будет выступать? Норкин там не виден? Не просматривается? Звонок ноль держания. Что-то у нас опять со связью. Он, похоже, меня не слышит. Звонок... А, он сейчас разговаривает, наверное. Вот сейчас надо. Посмотрим. Просматривается. Ага. Алло. Сергей, 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 Сергей. Я прошу отозваться, будет ли выступление, обещанное вчера или заявленное? Ты ему написал там, да, чтобы отозвался? Хорошо. Я так понимаю, что там идет… Норкин, видимо, скорее всего отошел просто от компьютера, придет, увидит и как-то, наверное, отреагирует. Константин Филиппович, видимо, разговаривает. Давайте начнем тогда тихонько нашу работу. Итак, сегодня последний день игры. Сегодня тоже непростая тема. Больше того, нам придется в движении нашей коллективной мысли довольно резкий разворот сделать. Тема сегодняшнего дня – какие энергетики нужны энергетике? вы уже поняли, что многое зависит от того, как точно вы определите, какую задачу группа должна решать. Поэтому хотелось бы сегодня сориентироваться в этом понимании, с тем, чтобы результат был, чтоб он был. Что? Есть? Сергей, будет ли заявлено выступление? Хорошо. Будем двигаться, обнаружиться, обозначиться, будет выступать. Я перестал сейчас передать слово Анне Радостевой. Кадровый вопрос. Ваш день сегодня. Доброе утро, уважаемые участники форума. Я, когда думала, о чем вам рассказать, знаете, какая мне пришла мысль первая? Я вспомнила свой детский сон. Мне приснилось, что я проснулась утром, дома никого нет. Мамы нет, папы нет, бабушки нет, сестры нет. Ну что делать? Я оделась, пошла на улицу мне в школу идти. В школу я ездила на трамвае. Прихожу на трамвайную остановку, на улицах народу нет. Трамваи стоят пустые. Вообще никого нет. Пустой город. Я села, но трамвай-то ведь не едет. Мне пришлось сесть на водительское место. Я доехала до школы на трамвае. В школе никого нет, понимаете? И вот это вот такая трансформация моего отношения к этому. Сначала мне было весело и смешно, никого нет. Сама доехала. А потом, когда я поняла, что я совсем-совсем одна в этом городе, мне стало ну не по себе и страшновато. Я к чему? Вот все, что в этой жизни делается, кем делается, для кого делается, для чего делается. Это все делается людьми, для людей, во имя людей. Потому что если не будет нас с вами, в общем-то, ну кому это все надо? Никому это не надо. Солнышко будет светить, деревья будут расти. А больше ведь, в общем-то, никаких особых изменений в этой жизни не будет, если к этому не будет прикладывать руку человек. Поэтому еще раз то, что я уже говорила на этом форуме. Вот все, что происходит в жизни, так или иначе упирается в людей. И есть такое отношение к людям как к ресурсу. Точно такое же. Вот в ряд, да, выстроены ресурсы финансовые, ресурсы какие-то, физические объемы, там, станки какие-то, вот такие ресурсы. Время как ресурс рассматривается. И люди тоже рассматриваются как ресурс. С одной стороны, ну да, если вдуматься объективно, наверное, это так и есть. А с другой стороны, люди – это единственный ресурс, который обладает волей, который думает, который принимает самостоятельные решения, который может вдруг… Вот вы планируете одно, а ваш ресурс возьмет и сделает совершенно по-другому, потому что ему покажется, что так будет более правильно. Поэтому с людьми работать очень трудно, очень интересно. И я все-таки считаю, что это самая важная работа, которая есть в окружающем меня, во всяком случае, мире. Какие люди нужны энергетике? Энергетики, они же всегда были особой кастой. Вот с момента появления электричества и с момента электрификации всей страны, люди, которые тянут провода, которые дают свет, которые вырабатывают энергию, благодаря которым все вокруг нас работает, светится, жужжит и гудит. Эти люди, они всегда были особой кастой. Что произошло в последние десятилетия? Но мы видим с вами то, что видим. Это энергетики с большой буквы. Это, к сожалению, в основном представители уходящего поколения. И люди, которые приходят на смену уходящему поколению, они обладают совершенно уже другими качествами, другими свойствами личности, другими компетенциями, другой мотивацией. Это люди другие. Они не плохие, они не хорошие, они просто другие. Это вот мы с вами, это вы, это люди, которые придут на смену вам. Каждое поколение, оно разительно отличается от другого. И со времен Сократа принято говорить, что нет, мы такими не были. Какие, еще раз, люди нужны энергетике? Люди, которые подхватят знамя. Люди, которые не будут жить по закону сохранения энергии в том виде, в котором он применим к человечеству. Да, зачем бежать, если можно стоять? Зачем стоять, если можно сидеть? Зачем сидеть, если можно лежать? Зачем экономить энергию? Вернее, зачем тратить энергию, когда ее можно экономить, в том числе свою собственную энергию? Вот, наверное, такая пассивная позиция, она не нужна не только в энергетике, она не нужна, в принципе, в нашей современной жизни. потому что это такая пассажирская позиция, ну я сел, пусть меня повезут, пусть меня прикатят в какое-нибудь очень зеленое волшебное место. Нужны люди, которые берут на себя инициативу, нужны люди, которые способны не просто сделать какие-то расчеты, но и взять на себя ответственность за решения, которые приняты благодаря этим расчетам. Нужны люди, которые не будут отмахиваться и говорить, вот моя работа, это вот от этой запятой, вот до этой запятой, это я сделаю, а что там, извините, после меня натворили, ну я не знаю, кто там посчитал. Вот, к сожалению, сейчас такое встречается, такое отношение, что вот моя работа от сихи до сих, мне принесли бумажку, я передал бумажку, что там в этой бумажке, что с ней было дальше, я не знаю. Такое точно не нужно отношение, я считаю, что это проявление определенной безответственности по отношению к работе, по отношению к результату, которого нужно достичь. Молодое поколение, которое сейчас приходит на работу, конечно, ну уже неоднократно было сказано, и я, по-моему, в прошлом году это говорила, что активные и энергичные, немножко завышенная самооценка, завышенные ожидания у молодых, которые приходят, поэтому про это я говорить не буду. Я хочу пожелать молодым, которые сейчас начинают работу, которые сейчас только ищут работу, которые приходят на новое рабочее место, я им хочу пожелать, во-первых, терпения в восприятии опыта более старшего поколения, и я им хочу пожелать сохранения желания работать и желания достигать результат, желания что-то делать, понимаете, не просто сесть и подождать, пока что-то произойдет хорошее, и воспользоваться трудами, плодами чьего-то труда. Я хочу пожелать, чтобы вы ваши усилия прилагали к тому, чтобы каждый день мир вокруг вас становился лучше. Пусть хоть немножко, но каждый день. Спасибо. Спасибо. Я понял так, как вспомнилась какая-то поговорка, не бойся таких, 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 никого не бойся, кроме равнодушных. Речь примерно об этом была, да? Есть вопросы? Нет. У меня есть. Пожелания. Да, пожалуйста. Дайте микрофон. Спасибо, Анна, за доклад. Очень интересно. Я хотел спросить, вот считаете ли вы, что сегодня энергетика именно та отрасль, куда должны идти вот эти люди с активной позиции, что это именно та отрасль, куда сегодня им нужно идти? Считаете ли вы вот это? Я думаю, что это именно та отрасль, куда нужно идти с активной жизненной позицией, потому что сейчас здесь эта отрасль находится, знаете, вот если стадия жизненного цикла организации, то есть эта отрасль находится где-то вот на пике развития, и вот-вот, если мы не подтолкнем дальше на следующий виток развития, вот-вот мы увидим, как эта отрасль скатывается, теряет свои позиции, и произойдет что-то непоправимое уже в ближайшее время, и поэтому люди, которые способны вытолкнуть, как бы стать опорой для того, чтобы отрасль оттолкнулась для нового скачка, для нового рывка, конечно, это отрасль именно то самое место, где сейчас нужны бойцовские качества. Ну, то есть, вот если это вы говорите для отрасли, а, например, для страны, является ли сегодня именно, что нужно идти именно в энергетику, а не куда-то другое место, там, не знаю, там, в общем, в космонавтику. В космонавтику, да. Провокационный вопрос. Конечно, надо со всеми поделиться, со всеми отраслями, такими людьми, но хочется себе получить все-таки. Я понимаю вопрос, как то, является ли энергетика тем местом, которое сконцентрирует активных людей и станет толчком для развития всех. Ну, я считаю, что да. Именно по вот этому вопросу, в общем, слышал и участвовал в интересной дискуссии именно вот про вот это. В общем, это было в Сколково, там высший менеджмент компании Евраз собрался, значит, на аналогичную вот это вот дело сессии. И вот они, там была кадровая группа, и вот она, дескать, говорила, что вот, дескать, есть что-то проблемы, что вот, дескать, люди с активной жизненной позицией что-то вот не очень идут в солилитейную отрасль, что вот, дескать, а нам они нужны, много. Вот, и там, в общем, один американец, там был вот такой, как бы, так как эта компания Евраз, она везде в мире присутствует, и там, в общем, был американец какой-то, это самый, по-моему, директор какого-то завода столилитейного, американского, который, собственно, входит в группу Евраз. И он говорит, что, вот, дескать, по его мнению, ну, в общем, сегодня столилитейная отрасль, ну, как бы, немодная, немодная, и, дескать, что вот, дескать, сегодня, когда ты говоришь, что ты работаешь на столилитейном заводе, дескать, никто не говорит, что вау, ничего себе, столилитейный завод, вот, а, дескать, там, ну, в общем, условно говоря, сто лет назад было к этому другое отношение, а сегодня отношение, что, ну, это самое, слушайте, это самое, какой-то там завод столилитейный, вот, и он, собственно, ставил задачу, что, типа, дескать, он так говорил, что основная задача, это, собственно, бэк секси инту стил, что, дескать, необходимо сегодня, чтобы, вот, именно столилитейной отрасли стала вот той, собственно, той, которая привлечет, собственно, лучшие кадры. Вот, ну, и я вот их слушаю, там, где сказать, вас слушаю, и вот очевидно, что вот это и есть вот такая, ну, собственно, проблема, что, в общем, как бы, все именно это хотят, чтобы все пришли именно вот такие люди, значит, пришли, люди, которые, там, возьмут на себя тяжесть, это самое, собственно, возьмут знамя. Вот, основной вопрос, ну, как бы, главное ли это, ну, как бы, направление, которым стоит заниматься? Как это выявить? Можно я еще подключусь к этому вопросу? Мне кажется, вопрос очень хороший задается, во всяком случае, я в нем уловил такой вопрос, который и для меня интересен. Есть две гипотезы, скажем. Вот две гипотезы, они как-то на выворот, шиворот на выворот друг к другу, как можно их сформулировать. Первая гипотеза. Развивается та отрасль, развивается и дает импульс к развитию других отрастей, та отрасль, куда приходят креативные люди. И другая, обратная ей версия, гипотеза. Креативные люди приходят в ту отрасль, которая беременна развитием, как бы, в которой есть перспективы развития. Есть перспективы, и люди идут туда. Вот интересно мне, какая из этих гипотез верна? Мне кажется, вторая, потому что, ну, вот, участвую непосредственно в подборе персонала, да, когда мы людям рассказываем, люди делятся на две категории совершенно явно. Люди одной категории, они говорят, мне бы вот спокойное рабочее место, чтобы вот я поработал с 8 до 5, чтобы у меня были понятные задачи, чтобы мне было понятно, сколько мне за это дело заплатят. Чтобы у меня не было проблем после работы. Пришел домой, отдыхаю, выходные отдыхаю, все, ну, вот, чтобы не трогали меня только. И есть другие люди, которые говорят, мне бы вот задачки поинтереснее, посложней, работать готов столько, сколько нужно. И действительно приходят на работу и в субботу, и уходят с работы не в 5, а в 8, в 9 часов вечера. И люди реально нацелены на то, чтобы выполнять работу, достигать результата. И вот таким людям на скучной работе, в отрасли, которая не развивается, умирает медленно, таким людям, конечно, неинтересно. Им интересно там, где перед ними будут сложные и практически невыполнимые задачи стоять. И вот это чувство преодоления каждый день, оно их подогревает, подогревает и заставляет думать. Вот вторая гипотеза мне ближе. Понятно. Мне ближе первая. Почему-то, мне кажется, хотя она кажется нелогичной вроде бы, тем не менее, я не исключаю возможности ее. Вернее так, мне кажется, что обе верны. Мне кажется, что обе верны. Даже мы видим по энергокомпаниям, они разные. Одни развиваются, другие не развиваются. Почему-то в равных условиях находятся. Я тут, раз мы подошли к ЕСК, не могу не затронуть такой вопрос, только по-честному. Постараюсь. Я же понимаю, что надо, ну, как бы определенности вот в кадром вопросе, человек, это вселенная такая, его с точностью разгадать, наверное, не всегда удается, не зная, как кадровики принимают решения или руководители принимают решения иногда. Я мучительно принимаю. Ну, сложно понять, вот это тот человек или не тот человек. Вот ЕСК постоянно интересуется уральским молодежи методическим форумом, приезжает, сами здесь играют на игры, кадровики смотрят, и люди попадают в ЕСК после этого, которые сначала оказались здесь, а потом после игры сразу попадают в ЕСК. Не все, конечно, но кто-то попадает. Вот эта практика как-то, на ваш взгляд, себя оправдывает. Есть понимание, что это, значит, то место, где можно увидеть кадров людей, людей, которые нужны ЕСК, которые и потом себя это оправдывают, такая практика. Оправдывает – это какой-то финансовый термин? Вы смысл вложили финансовый? Нет, 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 не финансовый термин. Давайте так. Мы сейчас говорили даже о людях, которые двух сортов, вот только что, вот я поэтому и говорил, да, люди приходят, говорят, мне бы вот пофункционировать, другие мне бы поразвивать что-нибудь, дайте мне что-нибудь поразвивать. И самому я готов тут пахать, да. Понятно, что здесь вот вы ищете людей второго плана, да? Да. А оправдывает себя вот такой поиск? Такая практика? Есть, есть, вот, понятно, дальше они начинают ведь у вас работать. Я хочу только правочку внести, мы же сюда приезжаем не только для того, чтобы искать себе работников, да, и может быть не столько для того, чтобы искать работников. Ну да, но в том числе и за головами вы охотитесь. В том числе и за этим, да, то есть нет, я не отрицаю. По результатам игры, которая прошла в один из прежних годов, не буду врать, не могу назвать, сейчас работает в компании человек руководителем проекта, на которого можно положиться, и который действительно двигает развитие, и человек проявил себя на форуме. Найден здесь, да? Да, найден здесь. Есть подтверждение? По результатам прошлой игры в прошлом году мы на работу взяли двух человек, двух студентов, у одного, к сожалению, по семейным причинам дело не пошло. Может быть по семейным причинам, а может быть вот по той причине, что... Человек был не тот, за кого себя выдавал? Не захотелось человеку, да, где-то двигать что-то, захотелось более спокойной жизни, чтобы быть больше с семьей, будем так говорить. И еще один человек работает, сотрудник очень перспективный, очень такие хорошие ставки на него делают руководители. То есть да, я считаю, что если даже один человек по результатам игры нашел свое место, нашел свою работу, а мы нашли его, ну это уже хорошо. Понятно. Где бы мы его иначе-то взяли? Спасибо. Я тут зачитаю, вы видите, Константин Филиппович написал, как раз это, по-моему, к выступлению относилось, но там вывешена не вся... А, нет, все правильно, полностью, полностью фразу теперь я увидел. Личность, не только субъект, личность глубже, шире и выше. Я так понимаю, что вы здесь ищите личностей? Точно. Вопросы еще есть? Я хотел все-таки довести вот... Вопросов нет, я подожду, ага. Микрофон не работает. Заработал. Но вот я хотел все-таки суждение сказать. Вот на мой взгляд, я бы тоже думал, и, по моему мнению, конечно, электрификация закончена в нашей стране. И, собственно, развитие энергетики, у меня такое ощущение, что лежит, ну, как бы, за, собственно, рамками современной энергетики. У меня такое ощущение. Вот. Такое суждение. Спасибо. Я бы к этому добавил, я не знаю, вот это будет согласовываться с этим представлением или нет. Я бы добавил таким образом. План ГОЭЛРО выполнен, так же, как и план индустриализации. Нужна новая индустриализация и новая электрификация. Спасибо. Продолжаем. А, Константин Филиппович, что-то хотел сказать? Или это по микрофону была реплика? Да, да, да. Нет, я хочу сказать, но, к сожалению... Но, к сожалению, значит... Это самое... Звук здесь плавает, не знаю, насколько меня слышно. Ну, попробуем. А, а... Ах... Речь-то такая немножко пространная. Речь-то такая немножко пространная. А, ну, я, короче... А, ну, я, короче, говорил, я хотел немножко о своей личной истории. Говоря, я хотел немножко о своей личной истории. Петля какая-то. То есть, как все-таки я попал... В навигацию. Алексей Евгеньевич меня раньше в разные... Алексей Евгеньевич меня раньше в разные... ...проекты приглашал. Но я все не видел, как бы... Но я все не видел, как бы... Смысла для себя. есть петля вот в 2003 году опять я потому слава и вебинаре и меня как-то через раду видимо транслирует что ли я не знаю сейчас лучше все случаи вот сейчас нормально слышно сейчас нормально слышно да так вот единственно потому что поучаствовать в организации проведения организационной деятельности игры на тему энергетики почему энергетика вот я уже значит писал тоже в разных документах и подготовительных и тут по моему как-то излагал ну в общем еще раз сейчас ситуация другая такая картинка что есть 3-4 типа энергетики но эта модель конечно то есть физическая энергетика или грубая которая связана прежде всего с человеческим телом и значит в плане социального тела представляет собой вот такую отраслевую энергетику то есть это все то о чем здесь говорилось есть энергическая и духовно-мыслительная так и связано они значит дело дело в том почему так сказать грубо говоря развитие не идет и почему в мире творится то что творится ну такая гипотеза что потому что эти три типа не связаны между собой не связаны то есть и плоды так сказать физической энергетики а поскольку энергетика это инфраструктурная отрасль то есть это то управляя чем можно управлять промышленностью хозяйством и условиями жизни вообще то есть это самая фументальная отрасль из отраслей вот и здесь она отличается от всех информатику поскольку информатика никоим образом меняет конечно тоже условия жизни но и не обладает вот такой мне кажется направленностью она как бы сверху накрывает человека и социум и как бы сказать дает возможность любым проявляться активностям в этом смысле интернет так же помойка как и наша жизнь это понятно тут разницы никакой нет то есть там есть и хорошее и плохое еще перемешано вот то есть развитие нет то есть никакого развития интернет не обеспечивает вот значит и центральная энергетика которая связывает и может привести в соприкосновение во взаимодействии эти три вида энергетик сейчас значит там разрывы то есть физическая душевно психическая и мыслительно говно это энергетика вопрошание ну то есть ее можно представить себе вот тут наверное все равно все-таки физики есть как так сказать такую эффективную частицу как дырка в полупроводник то есть отсутствие электрона то есть дырк вот ведь это интересно да то есть электрон вроде описывается как маленький легкий подвижный дырка как большая тяжелая сонная почему потому что отсутствие электрона возле кристаллической решетки она порождает такое значит коллективную квази частицу как дырка то есть когда значит электрон движется в одну сторону проводимость дырка движется в другую сторону это на самом деле меняется состояние значит всего тела вот так вот энергетика вопрошания это что-то типа такого то есть если мы начинаем во первых вопрошать какой-то связанной социальной структуре которые образуются здесь на игре мы движем общее поле вопрошания и вот это поле вопрошания есть листующие вопросы не к субъекту не к ней не к тому как сделать эту энергетику лучше или как ее совершенствовать а к тому как энергетика связано с развитием личности прежде всего и общество к тому как связаны эти три типа энергетики сейчас я чувствую такого просто даже на этой игре у нас пока возникнуть не может но как бы немножко подумать об этом какой-то какой-то может быть сдвиг то есть сторону все-таки чтобы понять что субъектность это та модальность личности которая погружена в нечто большее и если мы хотим понять каким образом может образоваться субъектность развития это необходимо поскольку субъект носитель деятельности но мир не сводится только деятельности человеческой там еще много всяких разных есть сил и накрывать несовершенной деятельностью несовершенного человека мир это значит усиливать несовершенство то есть нужно саму деятельность еще совершенствовать и вписать в контекст развития вот может быть я так сказать быстро говорил но вот вот так спасибо спасибо константин филиппович есть вопросы константин филиппович вот по поводу тогда я понял что вот где-то отчасти вот эта тема до что что а глубине может быть каждого из нас потенциальной глубине мне так кажется что можно так переводить этот вопрос и в том числе может быть о глубине и профессионального может быть не профессиональной деятельности можно сказать так можно говорить как можно отвечать на вот на вот эти мои две гипотезы какая верна развивается и дает развитие другим отраслям та отрасль куда приходят креативные личности скажем тогда или креативные личности ориентируются идут в те отрасли которые как бы беременны развитием которые перспективны которые но престижны и в силу этого как бы ты ответил нет у меня конечно однозначно то есть креативные личности если они как бы не присваивают свою креативность и так сказать эгоизм и жажда владеть достигнутым то есть их их креативность находится на как бы переднем крае движения их личности они однозначно притягиваются к таким центром активности то есть если создать центр активности люди обязательно притянутся я как-то слышал высказывание выпусков радиофака они говорят вот когда давно это когда мы когда мы как-то у нас были распределение выбирали путь из тех что дают но распределяли и одна путь это было эвм тогда называлась электронные вычислительные машины а другие связь телефонизации на что может быть телефон это думали телефон уже придуман а эвм там уже много чего будет происходить мы тогда говорит ли человек я совершенно не предполагал что он что появится например мобильный телефон с массой функций который вообще перевернет жизнь нашу покруче чем компьютер да и где тут разница когда он уже является и компьютером одновременно бывают и такие вещи вроде бы отрасль связь ну как бы без перспективная казалось причем это казалось специалисту оказалась она очень даже перспективная и правда это не проливает света но мне кажется дает какой-то дополнительный шарик что ли очко в пользу вот этой первой гипотезы есть вопросы еще констатину филипповичу суждение есть нет спасибо идем дальше ну вот я прошу прощения один момент еще вот хотел бы увидеть один момент что все таки очень важно в энергетике в отличие от информатизации является то что информатизацию трудно направить а энергетику направить можно то есть это все такая как бы на физическом плане вполне материальная вещь и ее направить как бы сказать можно это направленность которую задаст энергетика она во многом может быть и направленностью движение общества в том числе в сторону развития в отличие от инфосферы поскольку там направленность может возникнуть только как вторичная спасибо интересное отличие не знаю точно ли я понял но мне кажется здесь вот интуитивно кажется что здесь константин филиппович ухватил за что-то очень что-то очень важное что отличает именно энергетику во всяком случае у меня интуитивно было такое же ощущение я вот сейчас услышал созвучие такое что есть какое-то специальное принципиальное отличие в энергетике которая ну как бы обречена на развитие всегда она конечно может там долгое время не развиваться например но тем не менее развитие ну собственно по кражановскому развитие материальной культуры невозможно без развития энергетики то есть если есть энергетические пороги как он учил да если мы освоили огонь и получили бронзу то мы получили шаг вперед в качестве жизни во всем да но если мы не освоим более высокие температуры у нас не будет железа и вот на этом примере очень ясно что если мы не раздвигаем горизонты мы энергетики не развиваем горизонты для развития то развитие не не наступает кость примерно вот об этом речь была ну в общем да 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 примерно об этом спасибо я бы хотел ответить отметить что еще все таки вот в пользу первой гипотезы хотя я я понимаю что это в пользу второй гипотезы что энергетика это именно та отрасль где развитие необходимо что называется и возможно тем не менее обращаясь другим отраслям вот я только что говорил про да про связь которые вроде бы там нечего развивать нам кажется что куда уж развиваться да и той же энергетикой сказать ну что тут нового может появиться все законы давно придуманы новых уже не изобретешь важный момент мне кажется в том что мы вчера говорили вчера говорили с группой энергокомпании по моему они говорили что надо изучить кто говорил или группа бизнес надо изучить мы говорили или компания да да надо изучить спрос потребности да и вот я говорю что просто что этого недостаточно да что надо надо еще и самим что-то предлагать да да спасибо вот напомнили мне вспомнилась вспомнился генри форд инженер который видел америку другой да он видел он видел что америка может сделать совсем другой если дать каждому человеку автомобиль страна будет другой и это была его мечта и он ее реализовал и он сделал америку другой то есть инженер преобразовала жизнь страны но в общем понятно что не только страны и не только конечно он один но понятно же здесь как каким образом работает развитие вообще всего через вот через такой подход через такое может быть инженерное видение что вот это возможно он знает что это возможно он потому что он на он на переднем фронте понимание что возможно в технической сфере в данном случае может быть конечно и в других сферах и вот мне кажется это подтверждает еще и первую гипотезу какая же верна и в эту сторону есть плюсы и в эту и мне например поэтому и кажется что они наверное не исключает друг друга наверное тут нам можно понимать и так и так когда мы организовывали первые игры у нас было интуитивное ощущение что это надо делать и были некоторые ну как бы версии для чего это делается и мы понимали что например что игра как особая культура очень ценная вещь и и надо воспроизводить вот это игровой метод метод коллективного мышления и деятельности он может быть для страны сам по себе спасительный и очень важный но с уходом лидера этого движения с наступлением других времен вообще это движение игровое пошло на спад вплоть до того что о нем снова забыли страна забыла о том что в стране есть такие события когда мы стали это возрождать мы мы понимали смотрите честно признаюсь что игру с большими энергетиками с какими другими проблемами как-то со строителями с леной организовывали игру заказов на такие игры нету ситуация другая страна другая вот и нам показал что единственное возможное где мы могли бы это реализовывать это ну скажем мероприятия такие с молодежью на тяже на сящее образовательный скажем характер и мы называли и игра это и на самом деле мы так и по-честному и пытались это делать это тренинг коммуникации когда возникает культура диалога когда вы знаете вот наши самые видны и самые известные люди страны по телекрану их видим разговаривать друг с другом на каких-нибудь там площадках дискуссионных почему-то говорят одновременно почему-то у них нет этой культуры или это вообще шоу это тогда вообще не не диалог но если такой диалог в элитах так так это же плохо и вот первая попытка выстроить культурный на норму что ли культуру диалога культуру коммуникации навык коммуникации это мы назвали это тренингом можно назвать тренингом чтобы показать что вот вот что мы делаем второе мы мы считали что важное что несет в себе воды и культура это тренинг рефлексии вот отдавание самому себе отчета в том что ты делаешь сегодня что ты должен делать сегодня а что у тебя получилось сегодня такие рефлексивные оборачивания самого себя но как-то не очень распространены кто-то может из вас встречал такие ну в жизни как бы так такие явления да здесь нам приходится этим как инструментом постоянно работать я думаю что в этом направлении мы еще и не достигли необходимого понимания вообще что такое рефлексия и как ее использовать для себя для собственного развития и третий момент это тренинг самоопределения постоянно приходится здесь определяться с маленькими задачками в маленьких ситуациях кто сегодня выходит с докладом например да что нужно сказать вот это или это эти эти постоянные ситуации принятия решения они где-то тренируют навык самоопределения на самом деле это это самоопределение должно зреть в человеке не по поводу игровых событий конечно же а по поводу самого себя и вот с этого мы начинали мы сейчас я понимаю что вот это традиция состоялась у нас практически завершается 10 игра что дальше что должна делать что должно делать интеллектуальное сообщество ведь здесь мы не просто энергетики есть разные люди здесь историки экономисты социологи юристы много кто здесь бывает и мы здесь не делим на самом деле на энергетиков и не энергетиков мы же но собственно обсуждаем судьбы по по сути дела страны и я бы еще на один уровень поднял планку сегодняшнего дня а какие ну там энергетики нужны стране или еще чуть-чуть подправил бы а какие люди нужны стране я сейчас бы передал слово игорь рудуна вот уважаемые коллеги доброе утро расскажу буквально пару слов о том что министерство проводит очень активную работу с кадровым резервом отрасли с формированием кадрового резерва и уральский молодежный энергетический форум от становится той площадкой в которую министерство вкладывает очень большие организационные свои собственные ресурсы для того чтобы привлечь молодежь и сформировать некий какой-то полный более активных людей которые бы занимались энергетикой и были бы сопричастны к этой отрасли и вот нужно признать о том что министерство идет также активную работу с так называемой программой которая реализуется на государственном уровне и которую курирует у нас министерство внешнеэкономических связей северновской области и правительственная комиссия специально под руководством специально правительства паслера по подготовке управленческих кадров для организации народного хозяйства российской федерации так называемая президентская программа она уже несколько лет работает по моему несколько даже больше чем 10 лет и в северновской области сформирован пул выпускников этой президентской программы и по всей стране они тоже сформированы собственно говоря люди объединены определенными позициями ценностями компетенциями и в этом отношении двигают страну в какой-то степени вперед и свою отрасль вперед и вот нужно признать что выпускник уральской президентской программы белозеров он все время даже выступал у нас на игре по моему в девятом году а сейчас он руководитель российско-управленческого сообщества ассоциации в москве вот данная программа предполагает обучение с возможностью выезда за границей и причем она строится на принципах софинансирования соучастие в этом финансировании со стороны как государства как заинтересованного участника повышения квалификации наших управленческих кадров так и со стороны работодателя я сейчас не могу сказать сколько это примерно в соотношении до левого но тем не менее назову тех людей которые прошли эту программу и которые вам более интересную информацию по этому поводу смогут рассказать на своем личном опыте и примере и третья сторона финансирования это непосредственно работник самая незначительная часть требуется с него для подтверждения своей мотивации участвовать в этой программе она достаточно сложная но очень интересная программа для людей корпоративного сектора в первую очередь что госслужащие в ней не принимают участие вот это в этой году вот эта вот правительственная комиссия созданная при министерстве внешне-экономической связи и она примерно ежегодно собирает 160 заявок для рассмотрения для включения в эту президентскую программу и вот этот энергетиков традиционно требуют хорошего представительства потому что понимают что самые лучшие одни из лучших управленческих кадров для будущего это конечно же в энергетике отрасль сложная интересно многообразная и примерно не менее 20 нужных участников нам набрать в эту программу от работодателей от организации энергетики и вот мы уже не однократно где-то на протяжении последнего времени наверно три-четыре форма используем как такой мобилизующий ресурс для поиска этих людей среди вас есть определенные требования и критерии для того чтобы в эту программу попасть и пройти там необходимо иметь определенный управленческий стаж там не менее может быть трех лет и определенное количество людей под своим управлением но есть также практика когда министерство пишет ходатайство в эту правительственную комиссию с просьбой рассмотреть возможность вне этих критериев учитель человека в эту самую президентскую программу поэтому в случае если вы действительно заинтересованы и подтвердили свою заинтересованность и активной деятельностью то собственно говоря такое ходатайство вполне может поступить от нашего министерства вашу пользу по итогам игры будет составлен список да я так понимаю сформирован список на основании в том числе и итогов которые подведут игротехники в группах по поводу тех людей которые мы будем с работодателями рекомендовать во включение вот этот пул кандидатов в эту президентскую программу и она сейчас формируется получается вот уже сейчас начнется программа тринадцатого четырнадцатого года уже началась а вы значит будем формировать четырнадцатый пятнадцатый год четырнадцатый год да и в завершении этой программы вот она у нас проводится на базе либо сверловского института народного хозяйства синха либо на базе уральского федерального университета я так понимаю после этого идет зарубежная стажировка и вот более подробную информацию более интересную вам расскажут наши выпускники которые собственно говоря рекомендовались уральским молодежным энергофорумом и министерством эту программу и вот в прошлом позапрошлом году такими выпускниками стали два наших замечательных эксперта человека с гигантским кругозором и интересными познаниями в области энергетики вот первый это был эксперт который выступал первые два дня у нас илья владимирович чевелёв директор департамента цены тарифа образования морска урала и вот есть уникальная возможность поработать с аминой рамазановной нематулиной потому что она буквально недавно вернулась из зарубежной стажировки по президентской программе с огромными впечатлениями о норвегии если ошибаюсь да вот готовила тему по энергетике тема очень интересную нужную для города екатеринбурга полезную социально значимую в этом отношении поэтому вот смотрите есть скажем так ходячие сидячие примеры только сидячие ходячие подойдешь сюда так что вот будут вопросы камине не гматулами как камине рамазановне ну и ко мне можно соответственно задавать чтобы информацию откуда как взять да вчера мне руководитель нашей кадровой службы сказал ждем вас ждем от вас списка кандидатов мы говорю привезем понедельник привезем амина пожалуйста в общем что я могу сказать да самое важное это то что программа устроена таким образом что каждый ее этап является как бы следующей ступенькой в осознании своей профессиональной деятельности своих проблем которыми ты занимаешься на работе потому что значит стадии следующие сначала после того как если министерство энергетики рекомендуют вас на участие в президентской программе вы должны определиться на по поводу того с каким проектом вы будете поступать туда потому что там организован конкурсный отбор желающих людей участвовать в президентской программе для этого человек выбирает себе тему которая волнует не только его как человека во вторых это должна быть тема связанная с его профессиональной деятельностью потому что компания где он работает должна подтвердить актуальность этой темы то есть это вопрос очень важные для компании и также он должен быть важен очень для региона в котором вы работаете то есть весь круг вопросов которые как мы на игре рассматривали он тоже здесь присутствует далее вы этот проект защищаете перед комиссией которая принимает вас и дальше уже с этим проектом работаете 9 месяцев уже при непосредственном обучении при обучении основной упор делается на управленческие науки и английский язык подтягивается ну или там иностранный любой иностранный язык потому что дальше есть возможность участия в зарубежной стажировке но после обучения по выбранной теме которые вы заявляли в начале вы делаете очень большую такую обширную глубокую проектную дипломную работу то есть про практически по объем она соизмеримом ну не знаю там конечно диссертации может быть но с дипломной работой как минимум но только когда студент делает дипломную работу он не не всегда до конца осознает что это за дипломная работа в чем ее суть и зачем она нужна а здесь совсем другая ситуация это если это та же самая проблема с которой вы поступили с которой вы ну которая вас постоянно значит беспокоит вы понимаете что в ней не так что там какие дефициты возникают вот допустим я занималась вопросом связанным с модернизацией системы теплоснабжения и в процессе подготовки вот этой вот работы от стационной и оценки всех перспектив и возможностей поняла что вот тема то очень сложная и требует очень большого вложения сил не только там финансовых как бы как сейчас принято считать что только в деньгах все счастье или несчастье кроме того необходимо другие очень большие моменты совершить и там организационных куча мероприятий но и так далее вот и далее значит этот проект защищается и уже после этого человек имеет возможность тоже сам по своему собственному решению по своему самоопределению заявиться на стажировку где-то за рубежом и там тоже значит определенная сеть отборов то есть вот я была в норвегии нас было там 14 человека изначально туда подавалось порядка там 150 желающих то есть небольшой такой конкурс и в общем то ты уже за границей вот а что интересного в зарубежной стажировки так как туда едешь также с той же темой которая у тебя постоянно болит и попадаешь в совершенно ну другую страну другую культуру допустим приехав норвегию я посмотрела да вот какая у них там энергетика замечательная и увидела что вот это вот развитие которое там происходит вообще делается очень просто то есть небольшими какими-то шажками простыми инженерными решениями о том чем мы мечтаем с вами тут говорим что все так должно быть прекрасно у них это просто делается вот человек приходит с утра на работу и начинает делать какой-то проект то есть я была в проектной организации потихоньку помаленьку считается рисуется и никто не боится думать всякие там завиральные проблемы причем интересно так оказалось я приехала в норвегию а меня подключили к экономическому анализу в карельской сетевой компании там рассматривалась проблема энергоснабжения удаленных регионов я думаю так это же у нас здесь практически не уезжала и в принципе вот в чем был интересный подход что вот когда оценивалась возможность энергоснабжения ну вот мы говорили тут нижняя слянка и верхняя верхняя слянка да то есть говорят так нет так нет экономика понятно там будет не очень а там другая цель то есть там экологичная и независимая ну и наверное какой-то более-менее экономический эффект то есть первые два критерия были выбраны при выборе этих вариантов энергоснабжения чтобы они были во первых независимы чтобы туда никто никуда топлива никакой не подвозил и второй момент очень важная экология потому что карелия находится недалеко от норвегии вот норвегия экологию портит своими дизельными генераторами вообще безобразие вот в общем просто изнутри посмотреть на то как люди работают немножко в других получается ценностных основаниях и при этом постоянно идет развитие очень интересно то есть когда ездишь просто в туристическую поездку понятно что ты видишь там как это все цвет цветочки там подстриженная трава а почему это не видишь как это делается то есть меня просто это поразило а вот в общем то и все спасибо спасибо амина да вопросы есть подожди подожди просто есть вот смотрите я понял так и и хочу утвердить это да что важный принцип который отличает вот эту программу от того к чему привыкли мы привыкли что проект в конце да а тут получается проект в начале то есть если у вас есть проект вы человек условно говоря вы кандидат да то есть с вами будут работать если у вас нет проекта вы никто вы не кандидат вы не можете туда попасть без проекта один из самых главных принципов я так понимаю да а почему он вот почему этот принцип это ясно что он проглядывается так почему именно этот принцип взяться основу вот этой образовательной программы не рассказывали вам чем замысел просто от принципа все да так а свои соображения пришли на эту тему вот в ходе этого почему так все устроили вот можешь бы по обычной схеме вот мы вам расскажем обо всем а в конце вы что-нибудь какой-нибудь дипломный проект или выпускной проект разработайте защитить и все хорошо ведь мы же привыкли к этой схеме нам кажется что она работает тут взял кто-то вот неизвестно кто ну мне но тем не менее придумал специальный ведь явный принцип другой проект на входе а есть соображение на эту тему амин а почему так придумал проект на входе не знаю может быть версия следующая что попробую на формулировать если действительно я вспомнил на стенка то нижняя в общем вот если есть то что действительно тебя беспокоит и то что ты хочешь какие-то вопросы действительно решить ну в профессиональной деятельности тут очень важно это потому что эта программа подгода переподготовки управленческих кадров соответственно ты управляешь как раз тем объектом и тем проектом с которым ты идешь и процессе того как ты его взял да и дальше уже смотришь системно и комплексно по знаниям которые тебе там преподают а дальше еще ты смотришь другой стороны на него выворачиваешься то я думаю тут как раз задел то на то чтобы ты его дальше взял и уже простыми понятными для тебя способами решил и соответственно если ты хоть один какой-то проект выполнишь то в принципе это шаг развитию так две руки пожалуйста у меня есть вопрос про норвегию вот там вот это вот развитие которое совершают им люди маленькими шажками вот этом видели личностей активных то есть это вот они делают они тащат или как вот это происходит хороший вопрос ну насчет таких прям активных но вот не знаю во первых они очень сконцентрированы нельзя сказать что прямо там они бьют себя в грудь и рвут на себе рубашки но они сконцентрированы на деле то есть вот что меня сразу смутило у них рабочий день очень жестко регламентированы они не могут оторваться ни на что то есть они четко делают свои задачи которые перед ними поставлены допустим вот у них нет обеденного перерыва и когда мне предложили выступить с докладом о россии мне сказали но все очень заняты во время рабочего дня вот есть один одна возможность во время обеда обед у нас значит время обеда не включая ну как бы не исключается из рабочего времени то есть они на работе прибывают ровно 8 часов и все время работают обедать ходят там 10 минут пообедали перекусили и побежали поэтому вот чтобы вас послушать вы приходите в зал туда все придут с подносами со своими и будут значит во время того как они принимают пищу вас слушать было очень интересно но я перекусила по-быстрому тоже сидя вот так вот за таким столом лекторским и также значит поела не одновременно вот вот в общем вот концентрация до очень сильно как бы люди сконцентрированы то есть в офисе тишина никаких там но это проектный офис как бы был с другой стороны да это не то что управленческий то есть тишина и концентрация на своем деле никаких не отвлекается никто все все делают потихоньку потихоньку все делают свое дело вот а вот насчет все таки как ты надя говоришь активные или какие-то активные тащат там как бы развивают ну как толкают всех подпил а вот вот толкают подпины вот такое бывает что ими движет и главное не есть или как-то по-другому но вот они все неравнодушны они неравнодушны к тому что делают а вот сказать прямо что они там все бегают и толкают я не могу то есть вот они если делают то делают уже спокойно и на сто процентов не двести процентов как у нас принято а вот на сто процентов вот без героизма но и без вранья я хотела по поводу того высказаться чем с проектом именно приходить но это мое суждение то есть тут получается ситуация это двоякая что с одной стороны на этом проекте уже сразу обкатываются мысленно хотя бы все эти управленческие там какие-то вещи которые говорятся вот а во во вторых появляется некий опыт самоанализа и критики собственного проекта с учетом появившихся каких-то новых данных то есть вот мы вчера думали о дорожной карте то есть это же достаточно такая подвижная структура которая изменяется в процессе изменения там внешней среды допустим но и тут тоже самое изменилось понимание изменилась внешняя среда и смочь поменять свой проект и свое решение с целью там лучшего выше дальше вот так мне кажется спасибо а еще вот еще у меня тут вот по поводу людей да надя мне пришло еще следующий момент что кроме того что честно и сто процентов да они очень гордятся плодами своего труда это просто вообще вот ну не знаю сквозит то есть мне показывали там воплощенные проекты там котельной там электростанция не там а вот вот это вот место вот значит вот это вот мы придумали там нужно было убрать вибрацию потому что котел находился непосредственно прямо в жилом доме грубо говоря то есть котельная и сверху жилые этажи и поэтому чтобы людей там не беспокоить вибрации но вы сами были на верхней тагильской игры слышали как заходишь марш-зал там невозможно находиться а тут вот для того чтобы возможность была офиса сделать наверху они убрали этот эффект вибрации говорят вот мы придумали мы поставили на пружинки на полу потом платформу а потом вот сам насос там грубо говоря и с такой гордостью это все произносится прямо вот глаза горят нашли решение до нашли решение простое я вот я хотел отнестись тоже к этой самой о проектах я вот конечно считаю жестко что собственно развитие возможно только через проектen только через проект и возможно развитие без проектов не может быть развитие отдельно стоит обручать там это проект это насколько он собственно является этот проект развития это отдельный вопрос но нет проекта нет развития спасибо спасибоства xux и еще хотел вот хотел еще отさん отси к тому что говорит амина про то что на самом деле развитие делают на самом деле обычные люди. И вот я, например, был тоже на нескольких стажировках в Германии, где я видел, как сегодня в Германии в институтах научно-исследовательских, не образовательных, а именно те, кто делает роботов, кто их проектирует и делает. Вот я заметил ту же самую вещь, что этим занимаются обычные люди. Они там не рвут на себе рубашки, что да я там активный, то есть ничего такого нет. Обычные совершенно, значит, какие-то немцы какие-то, в общем, испанцы, греки какие-то. Вот у них я там был и, честно говоря, не обнаружил, как сказать, каких-то невероятных их способностей, что они берут с тем, что они такие умные, им приходят инсайты и так далее. Вот то, что я увидел, в Германии все ну как бы делается благодаря плану. У них, в общем, они, видимо, не верят в какие-то, собственно, выдающиеся способности, а они все планируют, планируют так, чтобы, ну как бы, невозможно было не прийти до конца, дойти. То есть, и я так понимаю, что у них вот эта вот, ну как бы, активность, она, ну вот, у меня такое ощущение, что она на уровне, собственно, организации и планирования, а на этапе реализации уже никакой, ну как бы, никаких активностей там, ну в общем, особо нету. Вот. И, в общем, этим, мне кажется, они, ну как бы, сильно отличаются от того, что у нас принято. То есть, у нас там нужно, чтобы, дескать, зачем, мне кажется, в наших компаниях нужны активные, активные, с активной жизнью позиции, которые готовы, чтобы их, собственно, бросать в топку. Бросать в топку. Понятно, компания, ну как бы, не дорабатывает, в общем, не создает нормальные условия, когда можно нормально работать. У нас есть проблемы, то нужны герои. Да, то нужны герои, пожалуйста, их всех там так, значит, в топку, в топку так, что пусть решают задачи компании и так далее. И вот это, мне кажется, сильное отличие того, что вот, значит, у этих, вот, собственно, значит, буржуазных, значит, наших коллег. Ну, в общем, вот, я тоже это заметил. И мне, собственно, это когда-то так странно, как же, несколько так. Спокойно делают развитие. Спокойно, да. Спасибо. Спасибо. А, из интернета что-то, да, Миша? Есть? Ага. Личность, субъект, индивидуальность равно ступени роста, квалификации в использовании собственных ресурсов. Угу. Это Сергей Норкин. Итак, мы завершаем нашу сегодняшнюю дискуссию. Там еще что-то написано, да? Поскольку время подходит к концу, я понимаю, больше выступлений не будет. Что бы я еще хотел сказать в завершении? Да, пожалуйста. Зачитайте чат полностью, пожалуйста, потому что начали чат, нельзя прерывать. А, зачитать надо, да? Вот и все их норвежское развитие, Филиппыч. Сергей, у меня прямо в противоположном направлении и цель, конечно, не использование собственных ресурсов, а возвращение в гармоничное сотворение. А, да, действительно. Спасибо, Костя. Тут два разных суждения. Это я возражаю Сергею. Да, да, да. Мы поняли. Поняли. Спасибо. Спасибо, спасибо. Пожалуйста. Максим Смирнов. Ну, я бы хотел Саше Амине задать вопрос. Мы вот вроде бы на протяжении уже 7 дней ищем, наверное, так, ну, как мне кажется, тех людей, которые бы смогли подхватить, да, вот проекты, над которыми, глобальные, да, проекты, вот, ветряки на Ямале, там, ПТ, да, вот кто бы подхватил этот проект, да, кто бы вот потащил бы за ним, ну, как я понял из ваших высказываний, то, что в Европе, да, это распланировано, то есть нет вот этих людей, которые бы подхватили бы, понесли, и, ну, наверное, бы по какому-то размеренному плану, да, ну, я вот почему-то не услышал. Да, ну, давай я отвечу, пока ты берешь. Так, нет, про то, что там нет людей, никто не говорит, люди-то есть, то есть есть идеолог, да, о ком мы говорили, то есть он на себе несет, и он думает это, то есть он понимает, что нужно сделать, он в четкое видении, и четкое видение шагов, то есть про нет людей никто не говорил, просто все делают это как бы вместе, и как бы даже не обсуждают, что нужно, не нужно, а просто делают. Ну вот я, например, изучал долго, как возник, собственно, возник и был разработан проект стоимостью примерно 1 миллиард рублей в области, собственно, разработки роботизированного комплекса для операции спасения. Вот, это было таким образом, то есть был один человек, который, в общем, считал, что вот, дескать, необходимо делать роботов для операции спасения, и вот он, там была какая-то в Кёльне, значит, обрушение здания, где, собственно, те роботы, которые там использовались, они, в общем, никак не могли, не могли решить никаких задач. И этот человек это все увидел, значит, и стал думать, что вот, надо сделать, значит, вот такой комплекс. Он на общественных началах написал всем своим знакомым, кто, по его мнению, могли бы принимать участие, могли бы обсуждать эту тему, организовал небольшую рабочую группу в свободное от работы время, условно говоря, и в рамках этой рабочей группы написал, собственно, концепцию на две страницы. Дальше, в общем, они ее обсудили, еще пригласили несколько организаций, и дальше шла напряженная работа по тому, чтобы приготовить, ну, как бы, заявку на, собственно, финансирование. В рамках этого дела, вот, важно, на общественных началах они, я понял, еженедельно собирались, там, собственно, у них было какое-то время, и они, собственно, разрабатывали заявку. В общем, эта заявка в итоге у них получилась где-то 150 страниц, и вот я ее читал, и там, ну, в общем, как сказать, вот иногда открываешь какую-нибудь нашу там заявку или вот какой-то наш документ, знаете, вот, и там, знаете, много воды иногда бывает, а там 150 страниц убористого текста, собственно, по поводу того, в чем суть проекта, и там это, собственно, со ссылками на статьи, какие-то там научные разработки, лучшие научные разработки в мире. И вот это где-то, примерно, 70 страниц. А дальше 70 страниц, как реализовать проект. Там детальный план, собственно, что нужно делать, собственно, как это нужно делать, кто это будет делать, с, собственно, фамилиями, там, значит, с учетом их времени, с очень большой оценкой рисков. То есть, вот, собственно, был сделан вот такой документ, вот именно важно, что на общественных началах. А дальше этот документ они, собственно, отдали в ту организацию, которая могла и профинансировать, причем там они сделали консорциум большой, им отказали. Им отказали. Они что не сделали? Они вот эту свою работу продолжили. И еще год эту штуку дорабатывали. Собственно, еще раз, значит, все переосмыслили, пере это самое, переделали. Опять это дело, собственно, опять эту заявку подали в эту организацию, им опять отказали. И что они сделали, как вы думаете? Они стали работать дальше. И, в общем, в итоге они сделали еще раз документ. И вот тут уже, в общем, видимо, еще раз, значит, все это дело, все это еще раз доработали и еще раз подали. И вы знаете, им сказали, ну, дескать, ладно, ладно. Да, собственно, и вот, и дальше все уже пошло, конечно, ну, как бы другая схема. Там были, после этого были организованы лаборатории, и уже все понятно. И дальше все шло по вот этому плану. То есть план они делали очень долго, а дальше, ну, по сути, они делали план столько же, сколько сам проект делали. Вот это вот удивительное дело. И дальше там уже, ну, как бы никакой активности не было. А активность вся была, мне кажется, до запуска проекта, условно говоря. Вот. Вот так. Спасибо. Подводим итог. Что я хотел бы сказать. Так получилось, что вот за несколько месяцев до игры мне попались на глаза две книги, Полторанина и Илюхина. Я узнал такую неприятную правду или неправду, а трудно сказать, что это неправда. А как мне самому разобраться о том, ну, скажем, как разваливали союз, как строилось новое государство. Ну, много неприятного узнал. И я думаю, как к этому относиться, ко всему? Ну, во-первых, ну, понятно, там Илюхин прокурор, он может обвинять его дело, обвинять и решать вопрос, кто виноват, например. Но я чувствую вот вопрос, кто виноват, такой увлекательный. Вчера, кто у нас там выступал-то? Стариков, значит, там про мировую языку, люсы говорят, что-то добавил. Это увлекательное занятие искать, кто виноват. И им можно заниматься всю жизнь. И есть люди, которые этим постоянно занимаются. Но я как-то для себя обнаружил, что это не мой вопрос. Скорее, что я тут могу и даже, что будет результатом. Если я как бы найду этот результат, меня как-то больше занимает вопрос, что делать. Вот для себя я это понял. И вот со своими товарищами посоветовался. Мы решили, собственно, делать игру, на которой главный вопрос, что делать. Которая должна вывести нас на ответ на вопрос, что делать. Ну, собственно, этим мы и занимаемся. И вот слышу я разные разговоры по поводу развития, ключевая или не ключевая отрасли, кто там и как может быть причастен к развитию. Я понимаю для себя, да, энергетика, ГОЭЛРО, это же гиганты, выдающиеся личности государственного масштаба. Скажем, организатор Крыжановский, инженер Графтео, не просто инженеры, выдающийся инженер, выдающийся философ Флоренский, там причастны были к этому замыслу, к реализации. А мы-то кто? Мы же не флоренские, там, с Крафтео и Крыжановскими. Можем ли мы быть причастными к развитию? И тут есть у меня в памяти, вот стучат в мою голову два высказывания Георгия Петровича Щедровицкого, которые меня когда-то поразили. Сразу же, глубиной своей мысли, а потом я еще со временем стал понимать, что они еще глубже, чем я сначала подумал. Я хочу обратить ваше внимание на эти мысли. Главный вопрос, говорит Сергей, как это, что делать? Как это, что делать? Как делать важнее, чем что? Ибо Крупнов обозначил уйму проектов, возможных к реализации. Спасибо, Сергей. Да, я продолжу. Первая мысль. Кем себя помыслишь, тем и будешь. Я думаю, вот нифига себе. Так просто. Просто взял, помыслил себя, кем мне хочется быть. И я уже буду им, ну, кажется невероятным. Какая-то фантастика всего, какая-то волшебная палочка. Щелкнул, подумал, даже к щуке не надо прибегать, там, по щучьему велению. Просто по моему хотению. Просто по моему хотению. Кем себя помыслил, тем я стану. Кажется невероятным. То есть сначала мне показалось, что эта штука не работает. А потом я вспомнил свои, я уже рассказывал, свои юношеские мечты, когда я жил в старой, там, не старой, в провинциальном городишке, грязном, без асфальта абсолютно, без там фонарей, без всего, типа вот Туринска, которой мы с Костей занимаемся сейчас. И хотелось мне жить в городе с асфальтом. Мечта такая была. Потому что это гораздо круче, потому что ты ходишь и до школы доходишь, и там у нас была корыта, где мы мыли сапоги резиновые, потому что они были там по колено в грязи, а потом мы переобувались, там вот это вот была наша жизнь такая. А туалет был на улице, естественно, холодный такой, зимой, ну и, может быть, более-менее летом. Мне казалось, вот квартира, в которой есть теплый туалет, это же мечта. Так что вы думаете? Да, еще я думал, еще я работал, я там пытался, там как-то работать, там у нас все можно было делать, это на улице найти себе работу, даже мы пацанами находили какую-то работу, какие-то копейки зарабатывали. Думаю, ну вот на морозе работать как-то неуютно. Вот стать бы, наверное, каким-нибудь, например, инженером. Они работают в тиши кабинетов, в тепле. Все мечты сбылись. То есть, кем себя помыслишь, тем и будешь, это точно. Если ты мелко мыслишь, то мелко и получишь. Мелким и станешь, что называется. Если мыслишь масштабно, мыслишь высоко, то, я думаю, тоже сработает. Подумайте, вот фантастическая фраза, кем себя помыслишь, тем и будешь, она, мне кажется, неопровержима. Попробуйте-ка ее опровергнуть. Другое дело, вспомните, я в первый день даже говорил эту подсказку Георгия Петровича, некоторые думают, что они мыслят. То есть, для этого еще мыслить надо. Вот и все. И второй момент. То же самое, когда я думал, можно ли, могу ли я там заняться вот этим чем-то там. Георгий Петрович очень часто я повторял эту фразу, и тоже для меня казалось бы, ну неужели так просто все. Он говорит, главное, уровень притязаний. Сходное с этой мыслью. Уровень притязаний ваших, на что вы притязаете, вот это и определяет все. Не какие-то внешние причины, ваш внутренний уровень притязаний определяет все. Все ваше будущее, всю вашу судьбу, можно сказать. Я хотел вам объявить, что игра окончилась. То есть, нам осталось оформить результаты нашей работы. Вчера мы на эту тему как-то говорили. Я думаю, главное не содержание вчерашних разговоров, а настрой, понимание, что вот это должно быть как-то нами оформлено. И представлено завтра, вот завтра приедут у нас гости. Завтра мы можем внешнему миру, условно говоря, показать, да и самим себе, что у нас получилось, как это все можно изобразить, как результат движения нашей мысли. ответить на вопрос, на такой, на собственный вопрос, что мы будем делать, что каждый из нас будет делать после игры. В этом смысле сегодня день принятия решений, на мой взгляд. День принятия решений, который, может быть, позволит нам раскрыть тему, какие энергетики, нужны энергетики, и одновременно вывести в наши разговоры, ну, как бы в план реализации. Слово «как бы» я сказал зря. Все. Спасибо за работу. А, еще, извините, Сергей пишет, да? Так встает главная задача – проектирование самого себя, поиск и обнаружение возможностей для реализации этого, спроектированного себя, использования этих возможностей. Спасибо, Сергей. Спасибо. Спасибо. Да, работаю. Спасибо.